Желание понять. Это естественная функция у ученых. Собственно, всегда есть что-то, что... Вопросы сегодняшнего дня, когда-то это была анатомия, физиология, какие-то конкретные молекулярные процессы, возврат обратно в физиологию. Сейчас у нас в функционировании организма человека даст довольно много знаний на каждом уровне организации. И ученых неизбежно интересует то, что раньше было за рамками, то, что было должно на потом. Интересные практики, измененные сознанием мозга, вопросы гипноза, вопросы особых состояний у йогов и так далее. Это те вещи, которые сложны в понимании, пока недостаточно фактов. Мне кажется, интерес к каким-то внешним размышлениям, к каким-то более сложным функциональным состояниям, он связан с тем, что мы потихоньку подходим к тому, что наша материальная база фактов становится постепенно близко к достаточности, для того, чтобы, собственно, уже объять более сложные вопросы. Как происходит мышление? Да. У всего этого материальная основа есть. Вот конкретно поиск души, поиск чего-то, для чего неизвестна какая-то материальная подоснова, оно есть в околонаучных вопросах. Но реально, что ученые занимались поиском сознания, вот такого именно как субстанции, нет. Есть нейроны, есть их объединение в структуре мозга, есть приемка и обратная передача сигнала от этих структур мозга друг к другу и отдельным органам ткани. Это все материальное. Есть способы исследовать это на каждом уровне. Вплоть до, ну, от клетки, до конкретного поведения конкретного животного в определенной тест-системе, да. Но при этом именно вопроса поиска локализации, ну, по-моему, лицо уже как-то реально не стоит. Поиск сознания, вот локализация сознания, это как поиск Бога. Это то, что нельзя опровергнуть, но это не значит, что это, скажем так, то, что Бога нет, мы не можем опровергнуть, но при этом это не значит, что это доказывает, что Он есть. Это просто тот вопрос, который мы понимаем, что это система. Она сама по себе, это вот та самая программа, которая работает. Вот, а что-то внешнее стоит, собственно, то, что мы не можем померить, оно выходит за поле зрения. Если мы не можем что-то мерить, мы не можем, собственно, об этом рассуждать. Нет никакого источника сознания. Это мозг в тесном взаимосвязи со всеми тканями. Как биохимик, я за любым проявлением эмоций и проявлением души вижу конкретные химические реакции. Где-то мы их не понимаем, где-то они слишком сложны, чтобы вот так вот прям расписать, как это произошло целиком. Но в целом предпосыл, я, как сказать, мы можем не знать все возможные ходы, собственно, но правила игры, они прописаны на уровне молекул, которые взаимодействуют с другими молекулами. Вот. То есть, как в эту ситуацию вписывается то, что эти молекулы в итоге, в какой плоскости они об этом размышляют, это очень трудно. Но все-таки жизнь, ее основа это молекулярный уровень, мне кажется. И если отталкиваться от исходной мысли, что мы это сборище молекул, самоупорядоченный, диктующий дальнейшее развитие по исходным правилам игры, то и при этом понимать, что это приходит к развитию такой надструктуры, как сознание, то почему бинарный код рано или поздно при определенной степени сложности не будет давать подобного же феномена. Наше сознание, наша интуиция, это как раз не что иное, как суммация, собственно, куча сложнейших процессов, которые просто находятся немножко за рамками нашего контроля. То есть это те же самые программные операции. Я, знаете, это так же, как в философии считается, что человек это уникальное существо, потому что она, в частности, обладает речью, да, и при несогласии философов с тем, что многие другие виды животных обладают очень сложной способом к иммуникации, которую тоже можно называть речью, и вижу в вопросе сознания точно такую же ситуацию. Что мы считаем сознанием? Нам, конечно, атропоцентрично хотелось бы верить, что это чисто наша уникальная черта, но на самом деле это может быть свойственное и другим животным, и это почему бы не может быть свойственное искусственному интеллекту. Другая форма жизни, по сути, да, но вопрос там это будет интеграция этой формы жизни в общую систему, и экспансия, или же просто отделение. Здесь вот важный момент в том, как пойдет это развитие, в том, выгоднее ли такой системе иметь материальное свое проявление, или остаться виртуальной. В этой жизни эти люди, они могут не иметь телесных оболочек, не функционировать в этом мире, и спокойно осуществовать в каком-то таком суперкомпьютере, прогнозирующем все на свете. Я не верю в абсолютную бессмысленность именно вот этого творческого подхода человека, который будет получать эти результаты и смотреть на них с другой стороны. Все равно, мне кажется, что развитие специнтеллекта всегда будет в том русле, что это инструмент. Целый мир, целая виртуальная пространство, в котором люди, виртуальные клоуны, живут, размышляя, достигая чего-то куда большей скоростью, оно остается виртуальным, а на выходе человек, который, как человек с соковыжималкой, который расщепляет яблоко, получает, собственно, питательный продукт, получает питательные знания, конечный результат жизни этого мира. Риски, страхи, страхи опасности захвата роботами мира, они, вообще-то, такого рода страхи, это общий страх неизвестного, он всегда остается, но, имея его в виду, я не вижу реальных рациональных зеленых этого страха. То есть он присутствует, но именно страх чужеродного, на мой взгляд, неизвестного. Я не верю в то, что логичным для искусственного интеллекта будет захват. Поэтому именно в плане такой конкуренции, нет, не вижу. В плане роботизации и занятия рабочих мест, собственно, по каким-то определенным простым действиям, действия такого обслуживающего персонала, это потенциально возможно, но такие вопросы, скорее всего, будут контролироваться. Все-таки искусственный интеллект, он и сейчас влияет очень сильно. Искусственный интеллект сейчас может закладывать, собственно, программы для внешней политики языка. Это уже в чем-то контроле искусственного интеллекта. Но это не грубое вмешательство, то есть вот такая обратная связь будет, но это связь советника. Это будет развиваться, это будет более высококачественно, но замещения не будет. Замещения не будет. Можно представить такой вариант, когда получается обслуживающий персонал у нас роботы, идея подсовывает нам роботы, человек что делает, человек деградирует. Тандем между, в той или иной мере, тандем между искусственным интеллектом и человеком никогда не придет к полной беспомощности людей, просто ввиду их особенностей. Хотя, сложно, сложно. Очень много вопросов таких, которые не хотелось бы особо озвучивать, ну куда деваться определенным... Скорее всего, вопросы роботизации будут все-таки контролироваться, всегда работа, которую делают, они будут находиться в тандеме с людьми, которые это все контролируют, но могут заниматься тоже чем-то более творческим. Всегда возможна экспансия других планет, всегда есть куда деться человечеству, и чтобы все развитие искусственного интеллекта было в пользу, а не в замещении. Ну и последний момент, собственно, искусственный интеллект, как все-таки программа, как мир черновика такого, где, как сказать, копии настоящих людей, продолжая, собственно, функционировать в виде алгоритмов и компьютерных, собственно, позволяют решать более сложные задачи. То есть виртуальные последствия я вижу. Полное замещение и вытеснение людей нет. Люди — это подпитка, люди — это источник информации, это источник входных данных. Представляете, если мы можем записать наш разум, тело умирает, человека больше нет, но ход мышлений, все алгоритмы, которые записываются в течение какого-то промежутка жизни, какого-то этапа жизни или даже всей жизни, что подразумевает уже, вот я молодой взрослый человек, 26 лет от рода, то в любом случае для своей старости, чтобы дальше как-то скопировать в интеллект, я надеюсь, что это пройдут какие-то десятки лет. Что через 100 лет где-то алгоритм мышления, вот конкретно Олега Ветрового, будет компьютерным, будет подключен, действительно, к каким-то возможностям механического, собственно, проявления этих мыслей. Олег Ветровой 1, Олег Ветровой 2, да, вот так что. Это, по сути, продолжение Олега Ветрового. Потому что алгоритм считывался в течение жизни, он просто продолжил работать, наплевал бы на все дисфункции, которые привели к смерти. Но лет через 100 потенциально это было бы возможно. Если сейчас уже первичное считывание данных об алгоритмах работы мозга идет, было бы здорово, чтобы через 100 лет действительно существовать полный. Но тогда возникнет другая проблема, куда делать живых.